В эти дни внимание всего мира приковано к чемпионату планеты по футболу. Уже много сенсаций произошло на стадионах Катара. Из розыгрыша выбыли явные фавориты – Испания и Германия. Наша сборная в соревнованиях не участвует, но в стране следят за событиями Мундиаля. За кого болеют россияне и как политика отразилась на предпочтениях, узнала Марина Селезнева. Этот флаг сборной России и нашего любимого города Нягань, Ханты-Мансийского округа, побывал на разных чемпионатах мира и Европы, начиная от Бразилии 2014 года. И он должен был ехать в Катар в этом году. К сожалению, вместе с ним мы остались сидеть в Нягане, смотреть футбол по телевизору. Для поездки в Катар ярый болельщик Михаил Корольчук подготовил красную косоворотку. Собирался болеть за сборную России в русской традиционной рубашке. Но из-за вмешательства политики в мир спорта планы пришлось изменить. Ой-ой-ой-ой. Несмотря на то, что сборную России отстранили от участия в чемпионате, Михаил Корольчук считает, есть за кого болеть. Мы болеем за наших братьев-сербов. К сожалению, они тоже не смогли показать достойный результат. Но выжили все свои максимальные силы, выступили, из группы не вышли. Поэтому мы сейчас просто смотрим в этих косовороточках красивый футбол на чемпионате мира. Следит за каждым чемпионатом и директор Федерации футбола Югры Денис Чумак. Так как Россия вне турнира в этом сезоне никакой сборной предпочтения не отдает. Вся страна ждет чемпионата мира и ждет очень сильного возвращения нашей сборной на мировой и европейский уровень. Поэтому, как говорится, будем надеяться на лучшее. И надеяться, что все-таки через 4 года мы увидим нашу сборную страны на данном турнире. Такого же мнения придерживаются и многие жители Ханты-Мансийска, в том числе политики. Болеем-то мы всегда за сборную России. Надеюсь, она покажет неплохие результаты на очередном чемпионате мира. Однозначно. Ждете следующего, когда Россию все-таки возьмут в чемпионат мира? Не то, что попросят, чтобы мы были. Россия-то раз и не принимает участие, конечно, вроде за всех понемножку болеем. По футболу ни за кого наших там нет. Этот чемпионат для россиян уникален тем, что болеть приходится не за конкретную команду, а против европейских. И это тоже связано с политикой. Как говорится, что немцу плохо, то русскому хорошо. Скорее всего, наверное, за Марокко я болею. Я хотел, чтобы японцы выиграли, чтобы сенсация была. Но не вышло. Вот знаете, я заметил, что люди, жизнь которых связана так или иначе с футболом, ждут красивых матчей, чтобы изучить рисунок современной игры. Кто-то болеет за звезды, ждет противостояния Месси с Роналду, и неважно, в финале или полуфинале. Но вот все-таки большая часть россиян в ожидании сенсации. Ждут проигрыша европейцев. Очень много этих ребят нам сделали плохого. За немцев и испанцев порадовали. Сейчас они смотрят чемпионат, как и я по телевизору. Но болеть по-настоящему нам остается за Бразилию. Все-таки это партнеры по БРИКС, если связываться с политикой. Ну или Марокко. Тем не менее, раскол в мировом спортивном сообществе не мешает жителям Югры смотреть футбол. А кто станет чемпионом мира, узнаем 18 декабря. Марина Селезнева, Евгения Самойлова, Александр Шимолин, Николай Чащин. Вести Югория, Нягонь, Ханты-Мансийск.